Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Я напомню, что неделю назад Росстат уже дал статистику, это была статистика за третью неделю сентября, и там мы увидели существенное ускорение роста цен, поэтому можно сказать, что статистика была негативная. На 27 сентября у нас с начала месяца 0,5% рост цен зафиксировал Росстат. Соответственно, действительно, данные, которые будут опубликованы сегодня вечером, это будет инфляция уже за весь сентябрь, они в значительной степени сформируют ожидания рынка по решению Центрального банка России по, возможно, дальнейшему повышению ставки. Напомню, это решение 22 октября ожидается. К чему мы готовимся? Потому что я слышал прогнозы, что рост индекса потребительских цен может быть 7,3% в сентябре, и некоторые трактуют это как сигнал, что Банк России поднимет ставку 22 октября на 50 байсных пунктов. Вы что ждете? Я бы сказала, что если инфляция сегодня будет годовая 7,3%, то это еще дает возможность рассчитывать на повышение на четверть процентного пункта, то есть на 25 байсных пунктов. Но вот если будет превышение уровня инфляции, допустим, мы увидим 7,4% или 7,5%, то есть это будет означать, что и в последнюю неделю сентября рост индекса продолжился и был выше, что называется, ожиданий, тогда я думаю, что действительно самый вероятный сценарий будет повышение на полпроцентных пунктов, то есть до 7,25-22 октября. И это мой базовый сценарий. Я рассчитываю, что будет повышение на 50 байсных пунктов. Где вообще инфляция может или когда достигнуть пика? Кирилл Тримасов, кстати, из Банка России говорил о том, что в октябре может быть пересмотрен прогноз по УВП по инфляции в России в сторону повышения. Где будет пик по инфляции, когда цикл повышения ставок закончится? Я думаю, что, ну, вот как на сейчас выглядит ситуация, потому что, в общем-то, по инфляции у нас плохие сюрпризы, наверное, со второго квартала этого года преследуют. И я думаю, что все-таки пик он будет достигнут в ближайшие месяцы, и по итогам декабря этого года все-таки инфляция будет около 7% год к году. То есть мы действительно в четвертом квартале, как и говорила председатель Центрального банка, увидим замедление инфляции в годовом выражении. Но, как бы, тем не менее, новостной фон, вот рост цен на мировых рынках, на нефть и на газ, конечно, создают негативные ожидания. Это значит, что замедление инфляции может быть очень незначительным. И это тоже будет таким вызовом для Центрального банка, на который нужно будет реагировать, ну, возможно, если не повышением дополнительной ставки, то ее сохранением на повышенном уровне в течение длительного времени. Наталья, а где ставка достигнет пика? 7,25-7,5%? Когда надеется на пик по ставкам в том числе? Вы знаете, я рассчитываю, что пик будет 7,5%. Я жду 7,5% ключевую ставку в конце этого года. Но я не жду ее снижения до лета следующего года. И я думаю, что, на самом деле, сейчас открытый совершенно вопрос, какой будет динамика в 2022 году, учитывая, что действительно будет рост вероятных долларовых ставок. И это сформирует какую-то совершенно новую реальность, новые вызовы. Но я думаю, что такой, если мы говорим про локальный пик на горизонте следующего полугодия, я думаю, что все-таки значение 7,5% выглядит вполне реалистично. Я не случайно сделал акцент на инфляции, где будет пик по инфляции, по ключевой ставке, потому что все-таки многие последние месяцы покупали ОФЗ. Мы видели, что иностранные инвесторы в ОФЗ возвращались в расчете на то, что как раз ставка достигнет пика, инфляция достигнет пика. Но это история со ставками с ОФЗ, история две стороны медали. Мы видим то, что в последние дни, в последние недели цены на облигации российские ОФЗ снижаются. И в конечном счете, если на этот фактор обратить внимание, насколько критично, во-первых, для рубля то, что дешевеют ОФЗ в последнее время. Где вы видите пик по доходности? Вы знаете, по рублю мы действительно сейчас видим, что есть два разнонаправленных фактора. Есть фактор поддержки, это растущие цены на нефть и цены на газ европейский. Европейский, так сказать, в целом контекст сырьевых рынков. Это помогает рублю. Это, собственно, причина, почему мы видим укрепление курса, пусть незначительное, но все-таки укрепление в последние недели. И как бы в целом это поддерживает позитивный такой настрой по поводу российского рынка акций. Значит, второй негативный фактор – это растущие опасения повышения долларовых ставок и, соответственно, действительно доходность ОФЗ, которая следует за этими настроениями и, так сказать, продолжает расти. Значит, честно говоря, я думаю, что если по ключевой ставке ситуация выглядит более определенной, потому что там все-таки есть индикатор инфляции, который заякоривает и дает некую возможность прогнозировать действия Центрального банка. Настроение рынков сейчас прогнозировать крайне сложно, потому что рынок ОФЗ смотрит не только на внутренние факторы, но и на внешние факторы, в частности на рост доходности по американским облигациям, который тоже продолжается в последние недели. Наталья, а можно говорить, что вот доходности ОФЗ достигнут пика в четвертом квартале и после этого начнут снижаться, и это как раз окажет поддержку российской валюте, заработает история с carry trade. Вот фактор стабилизации цен на ОФЗ в четвертом квартале поддержит рубль? Вы знаете, я не знаю, мне кажется, это очень амбициозный прогноз, и, честно говоря, еще дополнительной угрозой для рубля все-таки является то, что как раз сейчас высокие цены на нефть и на газ ведь могут развернуться. Ну вот как бы есть прогнозы, что с первого квартала, с конца первого квартала европейские цены на газ пойдут вниз. То есть на самом деле контекст стыльных рынков, он очень волатильный. Так же, как они быстро сейчас выросли, они могут и быстро, так сказать, снизиться. Особенно если мы говорим про нефтяной рынок, там есть фактор ОПЕК, и если производители решат нарастить добычу, конечно, это совершенно по-другому, так сказать, картину рынка. Наталья, я правильно понимаю, что carry trade поддержку рублю, вот текущая ситуация на рынке ОФЗ не оказывает? То есть может быть даже это такой фактор риска в моменте? Я бы сказала да, потому что вот еще раз вернусь к теме, что рубль сейчас держится хорошо благодаря сырьевым рынкам. Но если мы посмотрим на облигационные рынки в мире, в принципе видно, что из рынков формирующихся идет отток капитала, и, конечно, инвесторы очень беспокоятся, и будет давление на доходности локальных рынков, там, в частности, если мы говорим про Россию, на рублевый рынок облигаций, если пойдут вверх долларовые доходности. Потому что многие инвесторы предпочтут в таком случае инвестировать в долларовые инструменты, нежели оставаться в инструментах локальных валют. Хорошо, Наталья, вы меня заинтриговали, потому что я надеялся на оптимистичные прогнозы по российской валюте, что мы можем 70 рублей за доллар убить, но с ОФЗ ситуация неоднозначная. Доходности американские гособлигации растут, сырье может корректироваться. А к чему тогда в паре доллар-рубль, евро-рубль готовится? Какие ваши ожидания? Я согласна с тем, что краткосрочный горизонт нескольких месяцев, он выглядит вполне привлекательно для рубля, и действительно на фоне других валют рубль сейчас, так сказать, очень хорошо смотрится. Но, значит, тем не менее, вот все-таки, мне кажется, есть серьезное опасение, что, конечно, эта траектория может легко развернуться, потому что мы все-таки очень уязвимы вот этому настроению сырьевых рынков. И это основной фактор поддержки. То есть как только фактор поддержки от сырьевых рынков уйдет, инвесторы будут больше смотреть на связь валютного курса и облигации, ситуации на облигационных рынках. Но и там, как бы, вот еще раз вернусь к этой мысли, что ситуация выглядит гораздо более сложной. Да, потому что мировые центральные банки сейчас настроены на ужесточение своих политиков, хотя наш центральный банк был, в общем-то, У нас 10 секунд остается. Где цель попали доллар-рубль на конец этого года? Я смотрю на 75-76 рублей в доллару. Спасибо. Наталья Орлова, главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Алифа-Банка, участвовал в программе «Рынки». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова